Всем привет! С вами Тома. В сегодняшнем видео я хотела поговорить о причинах прихода пятого поколения и немного затронуть тему, почему некоторые фанаты My Little Pony Friendship is Magic так противятся этому новому поколению, всячески его отрицают и вообще раньше было лучше. Давайте, наверное, начнем с причин, почему так получилось, что поколение меняется. Сейчас идет большой поток новостей по пятому поколению, и я читаю комментарии под своими новостными роликами, и многие ребята спрашивают, ну зачем, ну почему нельзя было оставить как есть, продолжили бы лучше четвертое, и все в таком духе, верните твайны, верните всех остальных, ну в общем все из этой оперы. И, к сожалению, нет, нельзя было дальше продолжить, потому что, скорее всего, так пишут те, кто немножко не доползли до финала My Little Pony Friendship is Magic, где-то, может быть, остановились чуть раньше, потому что любому человеку, который смотрел все сезоны My Little Pony Friendship is Magic, было очевидно, что к последним сезонам сериал, ну не то чтобы скатился, но стал гораздо менее интересен аудитории, чем раньше. Да, конечно, оставались фанаты, которым нравилось все, что выходило и вообще вот прям до самого конца, но таких фанатов достаточно мало, если судить в общем, так сказать, процентном соотношении, потому что если посмотреть на всю динамику популярности My Little Pony, то именно Friendship is Magic, его пик пришелся аж на второй сезон, на самом деле, а начиная с третьего сезона, он как бы немножко так терял и терял и терял популярность, еще четвертый, пятый сезон смотрели худо-бедно, начиная шестой, седьмой, и уж тем более восьмой, девятый, и как бы все, закончился просмотр, точнее, закончился интерес у основной массы, потому что многим не нравилось, куда сериал движется, многим не нравились новые вводимые герои, и в общем все это накапливалось-накапливалось, и пришло к тому, что восьмой и девятый уже смотрело, ну не знаю, процентов 30 от тех, кто смотрел первый-второй сезон, и это в лучшем случае, если не меньше на самом деле. Плюс основная проблема для Hasbro в том, что новые дети не могут вовлечься в старый сериал, дети, они как бы растут, у них как бы есть срок роста определенный, и недаром My Little Pony именно идет по поколениям, потому что каждое новое поколение для нового поколения детей, потому что когда вы пятилетняя девочка, и вы включаете мультик, который уже идет 9 лет на телеканале, и вы такие, кто все эти пони, что они тут делают, вы не можете вовлечься в историю, тем более My Little Pony интересен тем, что в четвертом поколении Friendship is Magic это именно большая история с лором, с миром, и когда ребенок просто включается там на седьмом-восьмом сезоне, он такой, что? Ну то есть ребенок не может пересмотреть предыдущие семь сезонов, чтобы понять, что вообще происходит, кто все эти пони, что вот тут вообще какая там, не знаю, флёри, кристальная империя, это в шестом сезоне было, ну просто представьте себя на месте этого ребенка, который просто, ну не понимает, что ему тут по телевизору втирают про каких-то лошадей, которых он вообще никогда видеть не видел и знать не знает, потому что дело в том, что такие долгоживущие сериалы, они могут быть основаны только на ситуативном юморе, это, например, Симпсоны, например, Южный парк и вот эти все сериалы, которые как бы такие комедиа положений, вот они могут и 20, и 25 лет идти, потому что там как бы есть пак героев, и просто их каждый раз подставляют в современные новые какие-то тренды, тенденции, и зрителю совершенно не нужно знать историю героев, что с ним там было в других сериях, какой бы там путь они прошли, потому что это практически чуть ли не обнуляется каждый запуск, то есть каждая серия, как первая, грубо говоря, только вы уже знаете тех персонажей, в My Little Pony это не так, у персонажей есть бэкграунд, они меняются, они как-то развиваются, в Rarity становится все больше и больше бутиков, и, к сожалению, это привело к тому, что на поздних сезонах, без знания первичных сезонов, некоторые вещи становятся, ну не совсем, так сказать, очевидными. Поэтому пришлось перезапускать ген, пришлось новых пони делать для новых детей, ну и так же они пытаются перетащить часть старой аудитории тем, что они как бы связали четвертое с пятым, как бы пятое это продолжение четвертого, в том плане, что нам упомянут Вайлайт, упомянут ее подруг, упомянут, что раньше пони жили в мире, в дружбе и всем таком, и как бы новая главная героиня будет являться фанаткой тех старых пони в какой-то мере. Вот, я сразу тут еще сделаю ремарку, что, несмотря на такую заявленную связь поколений, я бы не ожидала, как минимум в фильме, что нам будут раскрывать какие-то старые локации, тоже очень часто спрашивают в комментариях, что там стало с Вайлайт, что там стало с другими пони, покажут ли нам Кантерворт, покажут ли нам Клаусдейл, почему какой-то другой город Пегасов, и я скорее склоняюсь к тому, что нет, не покажут. Им бы за этот хронометраж успеть раскрыть просто новых героев, показать их характеры, познакомить с новыми местами действия, с новыми городами. Вот, если они сделают эту связь, покажут ее и объясняют в мультфильме, это будет очень классно. Но, честно, я бы пока снизила градус ожидания, и кроме заявленного флэшбэка о том, что была Твайлайт и пони жили дружно, я бы ничего пока не ожидала, потому что, ну, может быть, еще в финале что-то тоже про это будет, про магию дружбы, еще раз их вспомнят, но то, что нам прям по порядку расскажут, сколько точно лет прошло, куда ушла Твайлайт, там, умерла она уже, не умерла, и все такое, я бы пока на это, честно говоря, не надеялась, потому что задача Хасбера и задача того, кто делал этот мультфильм, это просто познакомить с новым кастом, с новыми персонажами и заинтересовать новых зрителей, чтобы, конечно, продавать новые игрушки. Да, значит, почему взрослые фанаты и часть молодых фанатов не могут принять этот новый кен? Они все еще наивно думают почему-то, что Малитл Пони, сериал, это сериал, нет, это очень хорошая реклама игрушек, очень расширенная, с огромным лором, это очень классная реклама игрушек, но в отличие от самобытных, самостоятельных сериалов, такие как тот же, там, Gravity Falls, там, Adventure Time и все такое, которые изначально имеют историю, а потом обрастают мерчем уже по итогу, когда стали популярными и все такое, то Малитл Пони идет совершенно от обратного. У них, наоборот, есть изначально пак мерча, ну, то бишь игрушки, сопутствующие товары, которые им надо продавать, а чтобы им продавать, надо сделать интересный сюжет. Хасбрэда просекли еще в 80-х годах, когда они воспускали игрушки, они поняли, что, слушайте, круто, если вот мы снимаем мультик, показываем ребенку, ребенок такой, хочу такую игрушку. Они снимали мультики и с поняшками, и с другими своими представителями их игровых линеек, это была, как бы, практика, она остается до сих пор. Только Малитл Пони, Фрэншип из Мэджик, отличился тем, что это оказался очень высококачественный продукт в этом плане, потому что, если вы посмотрите на мультики по игрушкам, ну, точнее, по мирам игрушек, давайте называть так, того же, например, Маттелла, ну, вот я могу назвать Enchantimus или Ever After High, там, ну, видно, что это мультик, снятый для того, чтобы прорекламировать игрушку. Тут вот девочки в новых костюмчиках, тут у них такая-то тематика, как тематика линейки игрушек, то есть там, конечно, есть какой-то свой мир, какие-то свои завязки, отношения, развитие и какие-то такие, ну, ради чего смотреть, да, но очень ощущается, что это снято как именно реклама. Малитл Пони пошел очень хорошо в этом плане, что если вы не знаете про игрушки, вы даже не поймете, что это реклама игрушек. Все потому, что четвертое поколение делали люди, которые в своем детстве застали первое поколение первых поняшек, та же Лорен Фауст, она была фанаткой Малитл Пони в детстве, и когда она стала создавать свою вариацию их мира, она просто, ну, как бы подумала, как взрослый человек, а чего ей не хватало, вот когда она была ребенком, почему вот у поняшек не было такого классного, фэнтезийного, расширенного мира, ну, более глубокого, чем он тогда нам показывался там, очень так, в двух словах. Вот, то есть, все дело в том, что люди, которые любили поняшек из детства, они вот эту свою любовь переложили на текущий ген, и в результате у нас получился очень классный продукт, именно с глубоким миром, который ощущается как живым, будем говорить так. И, кстати, текущее пятое поколение тоже там делают ребята, в том числе, которые смотрели четвертое поколение. То есть, я бы на самом деле так не отмахивалась, что пятое поколение будет чисто для детей опять. Вы еще ничего не видели, а уже судите. Я лично надеюсь, что все-таки четвертое поколение задало определенный тон. Да, конечно, вряд ли пятое сможет повторить их оглушительный успех и вырваться в какие-то совершенно новые стратосферы и новые круги, в которых маленькая пани никогда не фигурировала. Но то, что они могут удержать на каком-то хотя бы уровне планку, я пока на это надеюсь, потому что персонажи пока достаточно интересные, более самобытные, чем я думала. То есть, многие тоже пытаются привести параллели между новым кастом и старым кастом, ну, я имею в виду персонажей, что вот Аизи как Пинки Пай. Вот. Но, конечно, какие-то общие черты и так или иначе мы будем видеть, потому что, ну, мы за 10 лет очень прикипели и к Пинки Пай, и ко всем остальным. Но, тем не менее, я вижу, что дизайнеры персонажей старались сделать новых героев более независимыми от старых героев, то есть, какими-то более уникальными. Конечно, даже сами My Little Pony Friendship is Magic персонажи частично взяты с прошлых поколений. Мы все с вами знаем, что у всех из главной шестерки были свои прототипы в прошлых поколениях. У Пинки Пай, например, это сюрприз и так далее. То есть, Лорен, она и не придумывала из воздуха что-то новое. Она хорошо скомпоновала все, что у нее было из детства, плюс добавила от себя, расширила, какую-то мифологию накрутила, потом она ушла, и потом те люди, которые остались со второго сезона, уже поддерживали этот мир и давали ему жизнь дальше. Это очень классно. Еще также многие говорят, что вот My Little Pony Friendship is Magic, это такой именно взрослый семейный сериал, там много шуток гиковских, все такое-все такое. Мы живем в эпоху постмодернизма. Я думаю, что сейчас именно гиковские шутки, отсылки, пасхалки и вот это все очень часто начали встречаться в мультипликации в том числе. Да, есть определенный, так сказать, пласт, где это в принципе не используется как таковое, но какие-то более непритязательные, наверное, мультики, мы будем говорить так, они могут себе позволить такие отсылки, потому что у них это будет как отсылка-отсылка, и никто их по судам потом не затыскает за то, что они использовали там вот, они в виде пони изобразили такого-то персонажа. Вы знаете, в мультике много понификаций известных личностей было, и никто даже не думал предъявлять им какие-то претензии за то, что они использовали часть образа для создания поняшки, потому что Малитл Пони не расценивается как овер какой-то многомиллионный сериал, который именно как сериал приносит деньги. Он приносит деньги, продавая игрушки детям. Поэтому претензий, собственно, такого плана к Хасбур, как правило, и не бывает. Подводя итог, я, наверное, хочу сказать, что всем тем, кто искренне чувствует в себе лютую ненависть к пятому гену, просто потому что они познакомились с явлением Малитл Пони, начиная именно с Фрэнш Куз Мэджик, я желаю просто перешагнуть этот синдром утенка. У меня так было с третьим-четвертым поколением, потому что если посмотреть на поняшек, там первое, второе, третье поколение, они были достаточно, ну, со своими нюансами, но они были такие пукленькие, няшные, такие разноцветные, кавайные. И когда я, ну, я вам уже рассказывала историю миллион раз, когда я впервые увидела четвертое поколение, посмотрела на опенинг и такая, нет, я не буду это смотреть, потому что они, короче, стали какие-то угловатые, немилые, вообще какие-то слишком анимешные, хотя я как бы анимешника я не высмотрю. В общем, как бы, в общем, у меня такое сильное отторжение было, и меня муж заставил начать смотреть там уже, когда уже первый сезон заканчивался. В общем, мне понравилось, и мы начали смотреть, начиная со второго лангоинга, или середина второго, ну, неважно. В общем, я, если бы не муж, я бы так и не посмотрела, просто из-за своей упертости, то, что это уже не те пони, и я вообще это смотреть не буду. Типа, ничем они меня не зацепят, ничем они меня не удержат. Я оказалась очень неправа, вот, поэтому я вам настоятельно рекомендую все-таки посмотреть, но в то же время, пожалуйста, не забывайте, что, как бы, это все еще реклама игрушек. Как бы мы с вами трепетно не относились к этим персонажам, к этому миру, ко всему остальному, это такой немного случайно получившийся продукт, который просто сделали люди из любви к миру, к тому, что несут сами пони, вот этой вот любви, ламповости, дружбе, доброте и вот этому всему остальному. Но чего-то ожидать какого-то, знаете, там, закрученного какого-то мира сюжета, хитрость плетений, там, то, что нам сразу расскажут, что там прошло, там, ты столько-то конкретно лет, что твоя там ушла туда-то, и вот это вот продолжение лора, я бы на это не надеялась, потому что, еще раз говорю, у Hasbro задача продавать вам цветных лошадей, ну, не вам, так, а детям, новым детям, вот, цветных пони, цветных пони, лошади и пони, это разные вещи, как мне часто говорят. В общем, как бы, посмотрите, пожалуйста, фильм, а потом уже делайте какие-то выводы, и, ну, не хейтите так слепо то, чего вы даже еще не видели на основе, не знаю, картинок с широко улыбающимися ртами, да, меня тоже, честно говоря, немножко бесят вот эти улыбающиеся лица, вот, но такая вот политика у американского Hasbro, что счастливые пони, это широко улыбающиеся пони, как вы знаете, у американцев вот эта вот белозубая улыбка, это символ счастья, почему-то, не знаю, как так сложилось у них, так что, в общем, не обращайте внимания на все эти вещи, те мордашки, которые я видела именно в тех маленьких кусочках анимации, которые были, они мне вполне импонируют, и я думаю, что мы еще с вами все полюбим этих новых персонажей, что они нас тоже порадуют, покорят, это и новый мир нам будет так же интересно исследовать, как и старую фрэнтезийную эквестрию, а здесь у нас будет более современная эквестрия, которая уже не там на этапе парапанка, а уже чуть-чуть подальше. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, сколько поколений Малитл Пони пережили уже вы, сколько драм вы наблюдали, как вы относитесь к тому, что скоро нас ждут новые герои, ждете вы с нестерпением или нет. С удовольствием почитаю ваши точки зрения и не забывайте следить за новостной рубрикой, там я рассказываю обо всех новостях о пятом поколении. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. С вами была Томова. Пока!